Название мангабей обезьяны этого вида получили с легкой руки европейцев, когда приматов привезли в Европу из города Монгаб, находящегося на Мадагаскаре. Хотя к этому острову мангабей отношения не имеет. Ареалы его обитания находятся в бассейне реки Конго в Центральной Африке. Этот вид обезьян отличается сообразительностью и ловкостью. Интересная группа мангабеев тем, что есть же не только золотистые мангабеи, еще кохлаты, еще несколько видов, что они приспособлены как к передвижению в древесном ярусе, так и на земле. В отличие от мартышек, которые чаще находятся в кронах деревьев, или от родственных им гамадрилов и макак, которые чаще передвигаются по земле. Золотистый мангабей Рома переехал в Самару и Сочи, где с рождения жил у частного коллекционера в клетке на улице. Сейчас ему 9 лет. По обезьянным меркам он мужчина в полном расцвете сил. Поскольку средняя продолжительность жизни у мангабеев 30 лет – самое время жениться. Однако найти пары ему будет непросто. Этот вид обезьян занесен в Красную книгу. Чтобы осчастливить нового питомца, сотрудники зоопарка готовы на все и уже ищут ему невесту в частных коллекциях. А пока мангабею приходится заедать сердечные раны. Благо, меню в зоопарке разнообразное. Фрукты, овощи, творог, яйца. Но больше всего Рома любит лакомиться червяками и тараканами. Мужчин мангабея не переносит. При их появлении строит душераздирающие рожи и грозится переломать себе ноги. А вот женщин Рома любит. И они отвечают ему взаимностью. В зоопарке мангабея Рома уже 4 дня. Но он здесь вполне освоился. Успели составить его психологический портрет. Говорят, он любит комплименты. И среди сотрудников предпочитает женщин. На отсутствие внимания со стороны посетителей зоопарка жаловаться тоже не приходится. Тем более, что во всем мире мангабеев можно увидеть только в зоопарке Магдебурга в Германии. А теперь еще и в Самарском. Елена Нижегородцева, Василий Колдашов. События.